Откройте послание, пожалуйста, послание Иуды. Послание Иуды. Это одна глава. И вот здесь он говорит в третьем стихе, что «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». И вот увещание, которое он хочет нам дать. То есть какое-то назидание, какую-то просьбу указательную подвязаться за веру, однажды преданную святым. Обращали внимание на это место? Подвязаться. Что значит подвязаться? То есть вставать за нее, вставать за веру, однажды преданную святым. И вот сегодня я, в общем-то, думая о Thanksgiving, он тоже хотел писать о спасении. И вот я хотел сегодня говорить о благодарении, потому что так мы планировали, так я собирался. И я вот думаю про благодарение. И чем я больше думаю про благодарение, тем больше у меня вот в висках стучит эта фраза. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Я это вижу так. Я это вижу так, что, помните, когда есть эстафета, знаете, вот есть легкая атлетика, есть эстафета, или там даже в других видах спорта, то есть какая-то там штучка, палочка, я не знаю, идти. И потом ты на каком-то этапе берешь вот этот вот предмет, эту палочку, эту эстафетную. Now this is your time. И я вот, когда читаю вот эту фразу, однажды эта вера была открыта, была дана этим людям, святым, первым. Я не знаю, о ком речь идет. Или это в апостолах идет речь, или, может быть, Авраам. Вера-то начинается, в принципе, с Авраама. Он отец верующих, но она началась еще и дальше. Раньше было еще иной был верующий, мы знаем. Он верой осудил весь мир. То есть однажды она была дана этим людям, которые были до тебя. Но сейчас он пишет нам. Он почел за нужное. Он был в один Духом Святом. Подвизаться, то есть вот эта вот палочка эстафетная. Now this is your time. То есть веру, которую они сохранили. Окей? Потому что ты же услышал от кого-то. Евангелие ты от кого-то услышал? Услышал. Оно дошло до тебя. Значит, кто-то принес это тебе. И потом он ушел. Он ушел со сцены. Ну, так жизнь у нас устроена. А теперь это... It's all yours now. Теперь ты должен сохранить вот эту веру. В каком виде, говорит, что имею, то и я его... Ты должен сохранить то, что ты получил. И вот теперь ты должен подвизаться за веру, которая когда-то была дана святым. Почему? Почему он это говорит? Потому что вкрались... Потому что вкрались некоторые люди... Как вам нравится эта фраза? Вкрались некоторые люди издревле, издревле предназначенные к всему осуждению. Это люди нечестивые, обращающие, то есть искажающие благодать Божу. Бога нашего. И делающие благодать повод для распутства. Почему повод для распутства? Потому что благодать... Мы спасены по благодатью. Это незаслуженно. И меня Бог спас, потому что Он меня любит. И это мне дает как бы license, do whatever I want. Потому что I'm saved anyway. То есть благодать, то есть благодать это самое главное. Но они берут благодать и... И что делают с ней? И обращают благодать. И делают из нее повод для распутства. И отвергаются единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Отвергаются. То есть там в послании к Титу, там в другом месте сказано, что устами они исповедуют Его Господом. Помните? Тит, первая глава. Но делами они отрекаются от него. Там отказано отрекаются. И вот Иуда дает три иллюстрации к своей мысли. Он дает их три. Я хочу напомнить вам уже знающим это. Что? Что Господь... Обратите внимание. Что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. И Загиль об этом пророчествует. Он говорит, я вас выведу из земли, но в землю обетованную я вас не введу. Вы, говорит, пойдете в пустыню. Почему? Почему? Вы уже знаете это. Что Господь избавил народ из земли египетской. А потом неверовавших, которые были в числе этого народа, Он их погубил. Почему? Потому что вот эти вот люди, неверовавшие, они что? Они вкрались в число верующих. Они вкрались в число верующих. Ну и что? Кого они обманули? Ну, они, наверное, никого. Можно ли кого-то и обманули? Ну, Бога же, понимаешь? И жизнь... И вот Господь их повел по пустыне. И в пустыне стали выявляться что? Похоти. Помните написано? Коринфянам. Стали выявляться в похоти. И когда они стали... Ропот появился там. Ропот это... И потом они все погибли в пустыне. Потому что сказано, что Бог их погубил. Вот эта вот фраза. Вкрались. Неверовавшие. Были часы. Эти неверовавшие, они вышли. То есть, а как можно было выйти из Египта в то время? Только если ты исполнишь заповедь Божию и повеление, а именно ты должен совершить Пасху. Это нужно принять... Ну, переводя на сегодняшний язык, это нужно исповедовать Иисуса Христа Господом. Это нужно принять водное крещение. Или там принять какие-то еще церковные какие-то соответствующие ритуалы. И быть частью народа, чтобы выйти. Потому что никто... Не все могли выйти оттуда. Там или погибли люди. Потому что губители. Но если ты вышел оттуда, значит, ты окей получается. Понимаете? Но оказывается, среди этого народа были неверовавшие люди, которые погибли. В принципе, погибли и Господь погубил. Как они туда попали? Опять. Они туда вкрались. И чем это плохо? Это плохо тем, что сама страдает. Бог на это так смотрит. Бог на это смотрит по-другому. Потому что мы говорили, Бог делает это все ради себя. И из-за этого страдает вера. Поэтому он говорит, вера изменилась. Эти люди меняют веру. Эти люди меняют, искажают веру. Эти люди обращают благодать. Вот эти вот люди. Понимаете? И поэтому они вкрадываются. Они меняют theology. Они меняют течение. Они меняют учение. Понимаете? И вера, она уже становится другая. Она уже как глупая галаты. Вы верите, но надо еще что-то делать. Понимаете? То есть они вкрались. Но они вкрались недолго, потому что они погибли. Вторая иллюстрация. Вторая иллюстрация. Он говорит уже о других вещах. Он говорит ангелов, не сохранивших своего достоинства. This is something interesting. Ангелы не сохранили своего достоинства. Но оставивших свое жилище. Бог соблюдает в вечных узах под мраком на суд вечного огня. Это вторая иллюстрация. На суд великого дня. Что это за достоинства, интересно? Ангелы. О чем речь идет? Речь идет о падших ангелах. Потому что ангелы, они... Какое недостоинство? Ангелы не знают греха. Они святые. Они не достигли этой святости. Они не достигли ее пути. Они были сотворены такими. Это творение. И они находились там, где они находились. Но они не сохранили своего достоинства. Они должны были ходить там, где они должны были ходить. Они должны были жить там, где они должны ходить. То есть они должны были ходить по Божьим каким-то путям, Божьи какие-то определения. Мы очень имеем очень такие скудные познания деятельности ангелов. и о их жизни там. Но факт тот, что они не остались там, где они должны быть. Они не остались в том звании, они не остались в своем положении, они не сохранили свой статус. И эти ангелы теперь соблюдаются в вечных узах на суд Великого Дня. Потому что ангел – это дух, его нельзя уничтожить. Вы знаете, что дух нельзя уничтожить? Вы знаете, что душу нельзя уничтожить? Человек вечен, период. Если человек родился, он вечен, его нельзя уничтожить. Тело можно уничтожить, но дух нельзя уничтожить. Поэтому Бог отделяет грешных людей от оправданных людей. Эти будут в небе, а эти будут в озере огнем. Но уничтожить их, чтобы их больше не было, их нельзя. Дух нельзя уничтожить. Слово можно уничтожить? Слово можно уничтожить? Его нельзя уничтожить. Слово – это дух. Человек – это дух. Поэтому он их соблюдает на этот день, где они потом будут отделены навеки, навсегда от оправданных, от других ангелов. Вот. И они были сотворены с этим достоинством, но они не выбрали Бога. Мы немножко будем говорить этим более подробно. Они не выбрали в своем решении. Они выбрали последовать за верхним ангелом, самым высшим ангелом, который избрал свой путь. Значит, в Сатане тоже не было греха, когда он был сотворен. Бог сотворил его совершенным. Он же не сотворил его греха. Бог же не делает грешника, он же не творит грешника. Он его сотворил. Но он не выбрал Бога. Он выбрал недоброе, выбрал злое. Он не сохранил своего достоинства, он не сохранил своего положения. Ну и третий пример Третья иллюстрация Это как Содом и Гамора И окрестные города, подобные им Блудодевшие, ходившие за иной плотью Они подверглись казни огня Видите, речь даже не идет об этих Потому что речь идет о казни Вечный огонь Это не просто дисциплинарная какая-то мера Речь идет о вечном осуждении Вечное отделение, огонь вечный Что это за огонь вечный? Это огонь вечный, это не просто тут на земле Потому что земля это не вечная И это все дам на ночь для примера Точно так же, теперь что нас касается Точно так будет и сими мечтателями Которые оскверняют плоть Оскверняют начальство Отвергают начальство И засловят высокие власти До сих пор Слово мечтателя Заслуживает особого внимания Но мы об этом поговорим сейчас Особое внимание, как я сказал Заслуживает слово мечтатели Потому что он не называет этих людей Которые отвергают начальство Злословят высокие власти И оскверняют плоть Он их не называет какими-то нечестивыми Как нечестивые, злые люди Ну как еще говорится Об таких отрицательных персонажах Он не говорит каким-то плохим словом Он их называет как мечтатели Не обращали внимания? Точно так будет и сими мечтателями Здесь просто описано, что они делают Но характеристика этой категории людей Мечтателей И мечтатели это не так же безобидно Как нам может показаться с первого взгляда Давайте посмотрим на место писания Скажем, вот про Из Икииль Мы никогда их не читали Мы никогда на этом не говорим Про ангела, который потом стал сатаной Давайте почитаем о нем немножко И из Икииль, 28 глава О нем что-то есть Вот смотрите, что здесь сказано Ты находился в Эдеме В саду Божьем Твои одежды были украшены Всякими драгоценными камнями Рубин, топаз Я не знаю, может я неправильно назову их Алмаз, хризолит Оникс, 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 не знаю Яспис, сапфир, карбункл, изумруд и золото Все искусно усаженное у тебя в гнездышках И нанизанное на тебе Приготовлено было в день сотворения твоего Это Бог так украсил его И ясно, что Бог его что? Сотворил Это Бог этого сотворил ангела И он сделал его, он его украсил Вот этими вот драгоценными, красивыми вещами Окей И дальше что у нас? Ты был помазанным херувимом Смотрите Ты был помазанным херувимом Чтобы осенять Он, Бог сотворил ему и дал ему место Он дал ему офис Что за офис? Черубим Он был херувим Для чего? Какая его функция? Чтобы осенять И я поставил тебя на это Ты был на святой горе Божией Ходил среди огнистых камней Окей? Это то, что Бог говорит о нем Он его сотворил Ангела этого Он ему дал Он ему сотворил Он дал твою Твоя должность Называется херувим Херувим Который охраняет святость Божия И ты поставлен И что я буду делать? Ты будешь осенять То есть По-моему, вот этот херувим Ковчег Помните? Над ковчегом что? И они своими крыльями И осеняют ковчег Вот эту крышку ковчега На котором происходит копление из-за грехи That's his job Он его украсил Как только Бог может украсить Он ему дал такое место И он ему дал ему должность И функцию He gave him a job И я поставил тебя на это И ты был Ты ходил на святой горе Божией Бог его Он ему дал это положение Он ему дал это что? Достоинство Или нет? Да Окей И дальше Ты совершен был в путях твоих Со дня сотворения твоего Доколе не нашлось тебе беззаконие Он был совершен в своих путях Бог сотворил его совершенным И он был совершенен Он был совершен Совершен He was perfect Окей До какого-то времени И дальше От обширности торговли твоей Но здесь он переводит параллель С, по-моему, там С каким-то вавилонским царем Внутренность твоя Исполнилась неправдой И ты согрешил И я низвернул тебя Как нечистого с горы Божией И изгнал тебя Херувим осеняющий Из среды огнистых камней И дальше От красоты твоей Возгордило сердце твое От тщеславия твоего Ты погубил мудрость твою То есть там была какая-то мудрость Но тщеславие Обратите внимание Тщеславие погубило эту мудрость Зато я повергну тебя На землю перед царями Отдам тебя на позор До сих пор, да? Ну это так И теперь посмотрите Еще одно местописание Тоже Исайя 14 глава Исайя 14 глава Смотрите, что здесь сказано О нем же Как упал ты с неба Деница, сын Зарей Разбился От землю Попиравшей народы Вот это вот самое Ключевое место А говорил в сердце своем Взойду на небо Выше звезд Божьих Вознесу престол мой И сяду на горе В сонме богов На краю севера Что он делает этот? Ангел? Что он делает? Кто сказал мечтает? Правильно сказал Он мечтает Это экзекли Возхи из двери Бог ему дал место И он ему дал ему работу Плохая работа? Плохое место? Осенять Тебе дала работа Осенять Осеняй Твоя позиция Ты, твоя должность Кто ты по должности? Я херувим Что ты должен делать? Я осеняю На это я сотворил тебя Я дал тебе это Do you like this job? Yes Do it Но появились мечты Какие мечты появились? Посмотрите Взойду на небо Выше звезд Божьих То есть я Поставлю свой престол Выше Он стал об этом Мечтать Окей Так и с этими мечтателями будет Сяду на горе Еще у нас там есть Да? Мы все не помним Взойду на высоты облачные Буду Ясно? Какие мечты? Ну, а что плохого? Мечтает там человек Эти мечты Эти мечты Ничем хорошим не кончатся Знаете, когда человек мечтает? Знаете, когда человек мечтает о другом месте? Когда ему... Когда что? Когда ему не нравится это место Эмэн Знаете, когда один мужчина начинает мечтать о другой жене? Не знаете? Когда ему не нравится его жена А жена начинает мечтать о другом муже? Соответственно Ты начинаешь мечтать о какой-то другой работе Потому что ты устал на этой работе, тебе это не нравится О другой стране, о другом начальнике, о другом пастыре О другой должности, о другой церкви Ты начинаешь всегда мечтать о том, что тебе здесь не устраивает Тебе не нравится это? Значит, если он начал мечтать о том, чтобы быть рядом с Богом, то его место, его положение, его функция, его работа, она его уже перестала устраивать. И когда она его перестает устраивать, он начинает мечтать. Ну, без касси мечтает, но мечтание на этом не заканчивается. То есть, когда мужчина мечтает о другой жене, как правило, эти мечты приводят его к определенным действиям. Но Бог же тебя туда не ведет сюда, потому что Бог тебе дал место. Он тебе дал место? Какое место? Херувима. Да, но я хочу сидеть рядом с ним, и, может быть, еще и выше. Да, но Бог же тебя туда не ведет. А если Бог меня туда не ведет, значит, я сам туда залезу. Я сам туда. Ну, знаете, как написано в притче, муравей, или как там не муравей, а кто там? Муравей лапками там, что там, про кого-то скажут? Про паука. Про паука, да, он лапками оказывается в царских чертогах, понимаешь? Паук. То есть, он залезет туда. Вот что такое мечты. Вот что такое мечты. Так и сегодня будет с такими мечтателями, которые, понимаете... Можно, Миша, еще назад, в Иуду? Там еще один. А, еще? Ну, покажи, что еще там. Вот. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Почему? Потому что мечты тебя привели туда. Мечты тебя привели туда. И когда тебя мечты туда привели, ты стал мечтать об этом, то что произошло? Он же... В нем обнаружилось беззаконие. В нем обнаружилось зло. Он возгордился своей красотой. Это Бог тебя сотворил красиво? Ну, я красивый. Я сильный. Я умный. Я богатый. И поэтому я достоин. Достоинство. Я достоин большего. Не правда ли? Посмотрите на меня. Я такой, 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 такой. Или такая, такая, такая. И я перечисляю в себе вот эти вот вещи. И поэтому я не должен быть там, где я сейчас. Я должен быть вот здесь. Да, но то, что ты перечислил все эти вот свои, все эти вещи, это же, что ты имеешь, что ты не получил? А что ты имеешь, что ты не получил? Ага. Значит, если Бог тебе дал что-то, вот эти вот, все вот эти вот твои атрибуты, значит, Он тебе дал, ты поставлен на это, чтобы осенять. И все вот эти вот вещи, все эти изумруды, все эти, как вот, как и эти камни, и драгоценности, и украшения, и духовные украшения, все тебе даны для определенного места Херувима и для определенной работы осенять. И все. А туда, куда ты мечтаешь, для этого у тебя нет ничего. Да, но мечты же, а не человека. Поэтому что Римляне, 11 глава, говорит? Не мечтайте о себе, потому что it's not healthy. Хорошо, это еще там что-то, и все у нас, да? Может, теперь Иуда. Когда человек начинает мечтать о себе, или там он в данном случае, когда он начинает мечтать, что происходит? Происходит такой процесс, который называется у Станиславского процесс перевоплощения. Он начинает верить, и для него мечты становятся уже реальностью. Он перевоплощается, и он видит себя уже Богом, он видит себя выше. Почему? Потому что он вжился в эту мечту, он вжился в эту роль так, что он ходит уже, как Бог. И он уже говорит, и он уже сказал, я тоже, мол, это самое. И за ним пошли треть ангелов, он своим хвостом увлек себя с неба. Помните это место? И вот эти ангелы не сохранили, ты сам не сохранил своего достоинства. И ты других ведешь людей, окей? Он ангелов, а ты часто, ну я не ты, а людей ведешь за собой. Не имея ничего для того, чего ты там себе намечтал. Ты занимайся тем, что тебе дано. И вот поэтому, говорит, то же самое будет и с этими мечтателями. То же самое будет. В принципе, мечты говорят о многом. Мечты характеризуют человека, но твои мечты никто не знает, кроме тебя. Поэтому, в принципе, мне не важно, о чем ты мечтаешь. И тебе тоже не важно, о чем я мечтаю. Если ты хочешь о себе знать, что я за фрукты, какой мой уровень духовный, как я там. Так ты посмотри не на свои там какие-то дела или, ну, на дела, хочешь смотри, хочешь нет. Ты посмотри вообще, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь вообще. Вообще, что ты хочешь. Это ты сам себе, сам собой, никому не надо. Потому что ты все равно никому не скажешь. Ты свои мечты все равно никому не раскроешь. Это сокровенное. Это should be. Но ты для себя, ты разберись, о чем ты мечтаешь. Это вот ты и есть. Твои мечты, это ты и есть. Видите, здесь суд. Суд Великого Дня, ангелы. Эти люди, которые вкрались, он их погубил. Содом и Гаморрой. Опять вечный огонь. Точно так же будет и с этими мечтателями. Посмотрите, мечтатели, посмотрите, что они делают. Они оскверняют плоть. Они отвергают начальство, что анбибликал. И они злословят высокие власти. Он дальше объясняет, что даже архангел Михаил, он не говорил с дьяволом, не мог спорить с ним. Почему? Потому что дьявол, он сатана, он выше рангом. Он не говорит с ним, поэтому он понимает это. И он говорил ему только от имени Бога. Но мечтатели, видите, их дела, мечтатели. Почему? Потому что он в мечтах своих, он уже говорит, что that's okay. Это нормально. Он живет в своих мечтаниях. Он живет в своем каком-то мире, который он сам в себе там создал. Почему? Потому что его мечты компенсируют то, что он не имеет в этой жизни. Он не получает какое-то признание. Понимаете? Его тщеславие не удовлетворено. Его не признали. Его не воздали ему какую-то это самое. Понимаете? Где-то здесь сказано, что? Про тщеславие. А, это же было у Иезакия Илья. Что помните? Тщеславие твое погубило мудрость твою. Понимаете? Что такое тщеславие? Тщеславие это когда твое Я. Когда твое Я не удовлетворено. Твое Я не получило должного внимания. Тебе не воздали. Тебя не оценили. Тебя не признали. Твое тщеславие, оно начинает мучиться. И когда ты и ты в мечтах своих начинаешь компенсировать. Ага, вот меня тут не видят таким. Значит, я начинаю мечтать. Я вижу себя. И когда я вживаюсь в эту роль, я уже соответственным образом поступаю так. И вот видите мои поступки? Потом я уже оскверняюсь. Почему? Потому что, ну, я думаю, что я уже I can do it. И я делаю то, что я не должен делать. Я веду себя по отношению к людям, которые вокруг меня, к начальству, уже на основании не реальности, не на основании слова, которое реальность, а на основании того мира, в котором я сам себя вознес туда. для того, чтобы компенсировать мое ущемленное число. Вы понимаете? И вот для чего выходят. И вот два библейских примера. Книга чисел. Посмотрите, 12 глава. Вот здесь в самом начале. Смотрите. Мариам и Аарон. Аарон – это брат Моисея. И они упрекали Моисея за то, что у него жена Эфиоплянка, которую он взял. Ибо он взял за себя Эфиоплянку. Ну, он взял за себя Эфиоплянку. Окей. Они его за это упрекали. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был кратчайший из всех людей на земле. Моисей за себя не вступился. Окей. Почему? Потому что он кратчайший человек был. Когда ты за себя не вступаешься, тогда ты даешь окей, открываешь дверь, чтобы Бог за тебя вступился. И именно здесь это происходит. Если бы Моисей за себя вступился здесь, то Богу уже говорит, не мстите за себя, а дайте это дело мне. И когда Господь внезапно... Искал Господь внезапно Моисею. То есть он дальше уже, вы знаете, что там было. Он покрыл ее проказу, и он наказал. Но посмотрите на их мотив. Они упрекали Моисею, что сказали. Одному ли Моисею говорил Господь? Ну, в принципе, Господь говорит не одному Моисею только. Но так как, запомните, так как Господь говорил Моисею, он так никому не говорит. И есть разница, как Бог говорит тебе или мне, или как он говорит Моисею. It's a huge difference. Окей? И он говорил тебе, Аарон, но так как он говорил Моисею, он тебе не говорил. Он говорит тебе, Мириам, но так как он говорил Моисею, он тебе не говорит. Если бывает у вас пророк Господень, то я открою ему видение и во сне говорю. Но не так с рабом моим, Моисеем, который верен во всем доме моем. «Устами к устам, говорю я с ним». И явно, и не в гаданиях, то есть он не ошибается, вот я увидел, мне кажется. Ему не надо думать. Он говорит «устами к устам». И образ Господа он видит. «Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев его на них. И он покрыл ее, проказывая его нет. Почему он его не покрыл? Потому что на нем была одежда от чего? Первосвященника. Первосвященник не может быть покрыт проказом. Но ее он наказал. Почему? Меня интересует это, нет? Меня интересует, почему вы, зная Моисея, которые были с ним с самого начала, почему у вас... Откуда у вас такие поступки? Почему? Помните, говорит, вы отвергаете начальство. Помните там? Мечтатели, потому что они сказали. И нам он говорит точно так, как Моисею. Они мечтатели. Они же не грешники. Это мечтатели. И вот мечтания приводят людей к бунту. Почему? Потому что говорят, и я поставлю свой престол рядом с Всевышним. И я поставлю свой престол рядом с Моисеем. Они сказали, что я должен быть next to Moses. Well, а Бог говорит, no. Ты не так. Я с тобой не так разговариваю, как с Моисеем. У вас разные места. Моисей поставлен для этого, а ты поставлен для этого. Но в мечтах я... Потому что я недоволен своей работой, статусом. Я недоволен. Ах, ты недоволен? Так я мечтаю об этом. А потом я уже начинаю действовать out of my dreaming. И вот привело к такому выпаду. И здесь Господь уже... Понимаете, что произошло? Это результат мечтания. Дедущее место посмотрите. Тоже книга чисел, 16 глава. Там уже приехал автобус. Ну, можете... Я скоро закончу. Может, минут 10 подождать. Окей. Здесь было то же самое. Книга чисел. Что здесь произошло? Здесь речь идет о левитах, сыны Левия. И что они сделали? Они тоже восстали на Аарона. Почему? Потому что, говорит, мало ли, я не помню... На Моисея и на Аарона. Они сказали, что... Что мало ли вам... Я не... Может быть, я не найду. А, вот, правильно. Полно вам все общество, все святые статусы. А, почему вы хотите поставить... Но тут где-то Моисей сказал, что... Вы, говорит... Вам дано служение левитов. Так вы еще домогаетесь. Какой? Девятый. Неужели мало... О! That's a good one. Неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества? Вас и так отделили. God make you special. От общества. И приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службу при Скинии и стояли, служа ему. Он приблизил тебя и с собой всех братьев. И вы, смотрите... И вы домогаетесь еще священству. То же самое Spirit. И повторяется та же картина, что было с этим ангелом. С Херувимом. Я же тебя поставил Херувимом. Я тебе дал... Украсил и так далее, и так далее. Я вас отделил. Окей? Я вас приблизил к себе. Из всех сынов я вас приблизил. Я дал вам положение. Вам дал достоинство. Дал место. Чтобы вы стояли при Скинии. Господь выделил этих людей. Но вы еще что? Домогаетесь. Вы домогаетесь и ропщите на Аарона, как будто это он виноват. Вы домогаетесь. Почему? Потому что они размечтались. Что они хотят тоже делать то, что Аарон делает. Но Бог говорит, я поставил тебя для этого. Я повторяю. Человеку дано положение. Человеку дано достоинство. Или ангелу дано достоинство. И человек не доволен этим. Он ропщит. Что же вы ропщите? Он ропщит. Когда он недоволен, его мечты начинают компенсировать то, что он не имеет. А потом он так вживается, он так размечтался, что он начинает уже и выступать против этого. Он начинает уже выступать против человека, на которого он смотрит то, о чем он мечтает. И это проблема. Домогательство. Тот домогался положения Божьего. Эти домогали священство. А Аарон с Мариан домогались положения Моисея. Потому что они размечтались. И то же самое сегодня происходит. Почему вы думаете, вот эти вот всякие в церквях всякие вот эти вот вещи происходят в истории христианства? Бесконечные вот эти вот разделения, бесконечные конфликты. Почему? Подумайте. Это мечтатели. Так и с вами будет мечтатель. Какое лекарство от этого? Как бороться с этим? Правильно. Нужно принять то, что Бог тебе дал, это положение. Ну, как его принять? With thanksgiving. Нужно благодарить за то, что ты имеешь. То есть то, что у тебя есть, нужно принять лучшее средство. Ропот, кстати, это очень страшная вещь перед Богом. Ропот – это великий грех перед Богом. Complaining. Complaining before God. It's a bad thing. И самое лучшее средство от ропота и жалоб перед Богом – это, знаете что? Благодарение. Благодарить. Благодарить. Благодарить Бога за то, что ты имеешь. Что происходит, когда человек благодарит? Вообще, что человек… Что происходит, когда ты кого-то благодаришь? Например, человек что-то тебе сделал или помог. Просто на человеческом уровне. Что происходит, когда ты подходишь к человеку и говоришь, спасибо тебе, что ты мне дал или помог, или что-то сделал? Что происходит, когда ты благодаришь человека? А я вам скажу, что происходит. Когда ты благодаришь человека, происходит то, что ты acknowledge, что вот эта помощь пришла от этого человека. Ты его благодаришь, you acknowledge that he did it. Окей? Когда ты не благодаришь человека, ты did not acknowledge, что он сделал. Ты думаешь, что, well, I kind of did it myself. Благодарение – это важная вещь. Потому что ты этим сам говоришь, что ты ему отдаешь кредит за это. Вот это вот благодарение. Если человек не благодарит, то на человеческом уровне он просто становится такой как бы неблагодарный. Если человек не благодарит на этом уровне, на Божьем уровне, то там проблема становится более серьезная. И это показано в Римлянах в первой главе. Посмотрите, что здесь сказано. Я уже должен закругляться по своему плану. И я уже, смотрите, ниже немножко мешал. Чуть-чуть еще ниже. Ага, вот так хорошо. 19 стих, смотрите. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. То есть люди, они безответны, что Бога нет. Почему? Потому что, ну, Бога ты не видишь. И ты говоришь, поэтому Его нет. Окей, ну, хорошо, но ты видишь не Бога, а ты видишь то, что Бог сделал. И поэтому, когда ты видишь вот эти вот вещи вокруг тебя, то ты знаешь, что это сделал некто. Когда ты понимаешь, что Бог, которого я не знаю, я не понимаю, Он это все сделал, то ты каким-то образом начинаешь, познаешь Бога. То есть ты делаешь первый шаг towards God, что Бог есть, и ты acknowledge that He is. Когда ты понимаешь, что с этим стоит Бог, то ты Его начинаешь, и начинаешь worship God, прославляешь Его, и потом ты начинаешь Его благодарить. Как Бога? Не просто благодарить, как, ну, как какого-то там сильного, какую-то личность или хорошего. Нет, именно благодарить как Бога сказано. Окей? Прославить как Бога. То есть ты Ему отдаешь кредит за это, за то, что все вокруг тебя. You acknowledge that He is the creator. Вот этих вещей. Это важно. Ты еще и не знаешь Его на личном уровне. Но ты Его и не узнаешь на личном уровне, если ты Его не начнешь благодарить на этом уровне. Ты должен сначала познать о Боге, чтобы познать самого Бога. И чтобы познать о Боге, ты просто смотришь на Его творение. И когда ты делаешь, здесь ты понимаешь, что это за этим стоит Бог, и ты говоришь, Господь, ты сотворил, я не знаю, кто ты, но ты сотворил, тогда Бог тебе дает дальше. То есть ты благодаришь Его за это. You acknowledging that He did it. И это важно. Если ты этого не делаешь, что происходит с человеком? Но как они познали, не прославили, не разблагодарили, то что происходит? То их ум осуетился. Что значит суетливый ум? Futile. Это значит ум. Well, он становится twisted mind. Его все суждение, о чем бы он ни рассуждал. Поэтому вот эти вот все наши разговоры про вот эти вот one-sex marriage, или the same-sex marriage, и вот эти вот abortion, это все рассуждение by the twisted mind. Результат того, что люди не держат Бога в своем суждении. И когда они не отдают Богу мигналочкам, то их ум становится осуетившийся. И сердце их становится мрачное, оно становится омрачившееся какое-то, омраченное. Оно становится несмысленное. И они становятся, в принципе, безумными. Они думают, что они мудрые, но они обезумели. И все это начинается с чего? Что они не воздали Богу славу и не возблагодарили. Поэтому, что нам? Вот эта вот история с Thanksgiving очень кстати сегодня, потому что она учит нас. В послании Тимофея сказано, что великое приобретение быть что? Благочестивым и довольным. Довольным. Content. Должен быть довольным тем, что есть. Доволен тем, что есть. Ты должен быть доволен тем положением, которое есть у тебя. Ты должен быть доволен тем домом, который есть у тебя. Женой? Мужем? Детьми? Соседом? Начальством? Окей? Если ты недоволен, может быть, ты и недоволен. Well, что делать с этим? Роптать? Нет. Благодарить надо. А? Смотри, пункт первый. Почему? Потому что происходит робот. Происходит мечтание. Мечтание приводит к действиям. К действиям. Unbiblical. Ungarly действия. Мечтание – это не безобидная вещь. Не мечтайте о себе. Это не совет. Это не просто так. И так будет со всеми этими мечтателями. Нужно быть довольным тем, что есть. Мало того, нужно быть благодарным за то, что есть. И это трудно. Почему? Потому что нас уносит. Нас уносит. Мы бурчим. Мы бурчим. Поэтому эта история с тарелочкой, в которой пять зернышек, она тебя ставит на место. Густав, ставит тебя там, где ты должен быть. Напоминает тебе твое положение, напоминает тебе достоинство. Ты должен хранить свое. Как написано в Откровении. Храни, что там сказано. Храни, что имеешь. Я не возложу на тебя больше. Только держи, что имеешь. Понимаешь? Держи, что имеешь. Сохрани веру, которую тебе однажды предали святые. Сохрани веру вот эту вот. Бог говорит, понимаете, Бога нисколько интересует иногда какие-то твои труды или какие-то твои достижения. Бог хочет, чтобы ты прошел через эту жизнь и просто сохранил веру. Это его задача для тебя. Для этого он сотворил, может быть, тебя. Кого-то он сотворил для кого, чего-то. Но у каждого, видите, он говорит, я тебя поставил на это. Я тебе дал все эти изумруды. Я тоже хочу эти. Тебе не нужны эти изумруды. Потому что у тебя different job, different place. А вот он должен осинять. Ему доноится. Ага, ну я тоже хочу это. Я начинаю мечтать об этом. А когда я начинаю мечтать, я потом возьму где-нибудь... I want to get this. Все эти precious stones. И это все становится проблемой. Мечтатели. Давайте мы посмотрим наше сегодняшнее положение. Посмотрите. Римляне. Последнее местописание я заканчиваю. Надо понимать свое положение, надо понимать свое звание, свое достоинство. И вместо робота благодарить за это. Ценить. Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым и взываем овоочи. Значит, вы приняли дух. Это дух Иисуса Христа. Иисус Христос это кто? Это Сын Божий. Если ты принял его дух, то ты принял дух сыновства. Ты сын или дочь, но ты становишься child of God. И теперь ты можешь, потому что ты принял этот дух, ты этим духом можешь сказать, что Богу скажет, ты отче, ава, ава отчин. А вину шебешамаем. Отец, что на небесах. То есть ты это говоришь духом. Этим духом сыновства. Это дух Иисуса Христа. И следующий стих говорит. Этот самый дух, он говорит, что? Когда тот, кто имеет этот дух, этот дух говорит о чем? Что я есть дитя Божие. Что ты имеющий духа, имеет сыновство. Он дитё Божье. Когда ты child of God, следующий стих. А если дети, то и наследники. Вы знаете это? Вы знаете, что вы наследники? И когда вы вступите в это наследство, интересно? Когда вы вступите в это наследство? Наследники Божьи. Смотрите, не просто наследники, а со-наследники. Ты говоришь, а о каком наследстве, собственно, идёт речь? Поэтому Павел говорит дальше. Ты не просто наследник Божий, через запятая. Ты ещё и со-наследник Христу. То есть наследство, которое было, получил Иисус Христос, точно такое же наследство получишь и ты. Это не значит, что ты получишь то положение там, какое у него. Но ты будешь там, где его. Но это и есть твоё наследство. То есть, если ты не знаешь, о каком наследстве, то речь здесь сказана, какое наследство получил Христос. Он был взят на небо. Он был взят из мёртвых. Он был воскрешён. И поэтому ты ему сонаследник. Представляешь, ты не просто сонаследник мне или кому-то ещё. Ты сонаследник Христу, Иисусу Христу. Это значит что? Что то наследство, которое он получил, и ты получишь. Is it good enough? Is it enough to make you happy? Если только мы ходим его путями, если мы страдаем вместе с ним, если мы ходим его путями, если я хожу своими путями, если я там размечтался и где-то там хожу своими путями, то здесь мне нужно на земле ходить его путями. Что мне нужно здесь на земле делать? Ходить его путями, как он шёл. Тогда это делает меня сонаследником. И это мне гарантирует, что я получу то, что он получил. Вот это твоё достоинство. Ты его заработал? Нет. Ангелы заработали-то? Нет. Они были святые. Но они избрали, они имеют выбор, и они избрали. Не Божье. И они пошли, и они теперь получат то, что они получат. Так и у нас есть выбор. Видите, поэтому сказано, где если, если. Это что? Это Бог делает или ты делаешь? Это ты делаешь. Если бы Бог всё делал 100%, то тут бы не было бы если. Ты наследник, ты сонаследник, ты получишь period. Но ты получишь если, if, если ты будешь делать то, что вот здесь сказано. Это уже значит что? Это значит, это я уже. Поэтому вот это положение, вот это достоинство, которое ты сегодня имеешь, его нужно хранить. И может быть в твоей жизни Бог тебе больше ничего не даёт. Я говорю, я не возложу на тебя ничего другого. Только храни, что имеешь. Подвязайся за веру. Не превращай благодать. Держи, что имеешь. Верь. Ходи его путями. Ходи его путями. Если он тебя зовёт туда спасать Африку, иди спасай. Если он тебя не зовёт, значит не иди, не спасай. Просто подвязайся за веру, которую однажды было предано, а сейчас, now it's your turn. Сохранить эту веру в чистом виде, в котором дошла до тебя. И вот эта вот реальность, вот эта вот... Можешь... Мечтай об этом. Мечтай об этом. Мечтай. Ну почему нельзя мечтать? Вы мечтаете вообще о небесной жизни? Ну я ничего не знаю. Не, ну мечтай себе там. Нет, мы хотим мечтать, чтобы здесь было... Мы мечтаем о том, что-то у меня здесь не получилось в этой жизни, я начинаю мечтать это всё. Воплощать, как бы компенсировать своих мечтаний. Don't do this. Есть реальность, потому что это всё основано, это миф. Это какой-то как мираж какой-то нашей вот мечты. Это штуёт. Бог тебе даёт реальность, даёт конкретную реальность. Она невидимая, но она реальная. Есть наследство. Ты наследник. Ты наследник. Почему ты наследник? Потому что ты дитё. А как ты стал дитём? Потому что Бог тебе дал дух усыновления. Ты стал child of God. А теперь ты... You qualified to be наследник. И наследство ты вступишь, когда ты уйдёшь с этой жизни земной. Здесь нет. Они написаны в послании к евреям, что они при жизни ничего не получили. Они ничего при жизни не получили. Они даже в шатрах жили всю жизнь. Но потом, когда они уйдут с этой жизни, они вступят в своё наследство. Но для этого нужно сесть на земле, сохранить это достоинство, сохранить положение. Окей? И в своих мечтах не выходить за пределы своего места. Хранить себя там, где ты есть. Так вот, есть реальность. И вот на основании этой реальности библейской мечтай себе на здоровье. Что будет день, будет день, когда ты вступишь в своё наследство. И это не просто мечты. Это реальность. It's a matter of time.